Здравствуйте ребята, меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня обсудим три темы, когда продавать биткоин, большие новости от SEO Apple и закончим Ripple XRP, который похоже тестируется Банком России, а также должен стоить около 12 долларов прямо сейчас, если полагаться на чистую математику. Прежде чем мы начнем, если тебе нравится подобного плана контент, не забудь поставить лайк, а также подписаться на канал, здесь мы регулярно говорим о криптовалюте. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Большое спасибо за твою поддержку. Итак, криптовалютный рынок достиг 3 триллионов долларов, биткоин около 69 тысяч долларов, эфириум около 5 тысяч долларов. Я хочу поделиться интересным наблюдением с точки зрения технического анализа, которое может подсказать, когда будет пик этого рынка и когда уже можно будет продавать все, что было накуплено в преддверии нового медвежьего рынка. Чем выше растет биткоин, тем выше популярность этих запросов. Во-первых, у тебя должен быть план и стратегия еще до того, как ты купил биткоин или другую криптовалюту. Например, ты покупаешь какую-то монету за доллар и сразу же ставишь себе цели, продать часть, например, за 4,5 доллара, еще часть за 9,3 доллара и еще за 99 долларов. Чем выше цена продажи, тем больше должна быть позиция на эту продажу. Только так ты сможешь контролировать свою жадность, а жадность обычно приводит к тому, что инвестор теряет вообще все, ожидая все больше и больше цены, но дожидаясь только большого краха. Поэтому на росте мы всегда частично фиксируемся, чтобы иметь капитал для покупки этих крахов. Во-вторых, если речь идет об окончательном пике буллрана, после которого начинается медвежий рынок, нам может помочь следующий график. Здесь мы видим индикатор RSI, который показывает нам уровень, отмеченный зеленым цветом. TechDev, который поделился этим графиком, назвал этот уровень floor set, или же уровень пола. Мы наблюдали такой пол в 2013 году, такой же пол был и в 2017, и в 2021 мы все еще находимся выше этого пола. О чем он нам может рассказать? Если мы проанализируем 2013 год и увидим, что буллран закончился тогда, вот здесь, когда RSI пробил этот пол вниз. То же самое произошло в 2017, этот буллран закончился тогда, когда RSI пробил этот пол вниз. Как видишь, после этого начался медвежий рынок. В 2021 сейчас мы даже близко не подошли к этой отметке. Более того, у нас есть еще место для роста вверх. Поэтому, если ты уже частично фиксировал прибыли на этом росте, то полностью выходить из биткоина, как по мне, еще рано. Да и, честно говоря, я бы не выходил из биткоина полностью вообще никогда. Хотя бы одну монету нужно держать. Всегда. С технической точки зрения, биткоин все еще стремится к 70 тысячам долларам. И как только мы пробьем эту отметку, многие говорят, сравнивая три цикла биткоина в прошлом и настоящем, что это может стать ключевым моментом для того, чтобы биткоин действительно стоил 100 тысяч долларов в будущем. Кстати, интересно, что мы не только преодолели вот здесь отметки предыдущих пиков, но также и вот этой коррекцией протестировали их на прочность. После чего начали расти дальше вверх. Тем самым обозначив эту линию сопротивления, которая была здесь, поддержкой уже вот здесь. Это тоже очень-очень хороший сигнал для биткоина. Самая большая история сегодня это, конечно же, Apple и биткоин. Хочу начать немного издалека. Когда Apple выпустила свою собственную кредитную карту, она сразу же запретила покупки биткоина и других криптовалют с ее помощью. Интересно, что наряду с криптовалютами эту кредитку Apple нельзя использовать для казино, лотерей, азартных игр и так далее. Забавно, что в этот список они поместили и криптовалюту. Это было летом 2019 года. Однако, 9 ноября 2021, то есть вчера, управляющий компанией Apple Тим Кук внезапно озвучил свой собственный криптовалютный портфель. Вот так, клиентам Apple покупать криптовалюту нельзя, а директору вполне себе можно. Дальше еще интереснее. Хотя Apple публично никогда не высказывала свою заинтересованность криптовалютами, скорее даже наоборот, Тим Кук неожиданно признался, что он изучает криптовалюты уже некоторое время. Генеральный директор Apple Тим Кук владеет криптовалютами, биткоином и эфириумом. Apple думает над тем, чтобы позволить пользователям покупать биткоин через Apple Pay. Вот это вообще здорово, если они это сделают. Покупка биткоина будет суперпростой для огромного количества пользователей. Это почти 600 миллионов человек. Однако, стоит отметить, что Apple не рассматривает эту опцию как срочно необходимую в ближайшем будущем. Судя по всему, сама компания Apple также инвестирует в криптовалюты. Хотя мне почему-то кажется, что они это сделали уже достаточно давно, просто еще не рассказали нам об этом. Давай послушаем отрывок из интервью с Тимом генеральным директором Apple. А что вы скажете насчет биткоина или эфириума? Я думаю, вполне обоснованно держать их как часть портфеля. Кстати, это не финансовый совет, если что. Когда вы заинтересовались криптовалютой? Знаете, я уже достаточно много времени потратил на их изучение. Мне кажется, криптовалюта это очень интересно. Вот такой камин-аут от директора Apple. Он купил биткоин и эфириум и, судя по всему, уже не первый месяц он ими владеет. Я буду совсем не удивлен, когда и сама компания Apple скажет, что разместила часть своих резервов в биткоине. Это будет делать каждая компания в будущем, и это просто неизбежно, по моему мнению. Вопрос в том, только лишь биткоин и эфириум нашли свое место в портфеле Тима Кука, а может и некоторые другие криптовалюты. Ведь директор Apple также обозначал и NFT пространство как что-то перспективное и интересное. Возможно, он и там чем-то владеет. Хотя я убежден, что большая часть криптовалютных инвестиций Тима Кука ушли именно в биткоин и эфириум. Да, директор Apple владеет биткоином, но я хочу, чтобы им владела сама компания Apple, пишет Benjamin Cohen. Я думаю, что она им уже владеет, просто об этом еще не рассказали. И напоследок, ребята, я хочу поговорить про Ripple XRP, наш любимый XRP. Есть два пункта, которыми я хочу с тобой поделиться. Первый касается того, как Россия хочет его использовать, а второй, что токен XRP сейчас в 10 раз дешевле, чем должен быть. Начнем с этого документа, который почему-то прошел мимо меня, но тем не менее, сегодня я его все-таки увидел. Он называется так. Зарубежный и российский опыт работы с блокчейном. Оцифровка экономики центральными банками, финансовыми и технологическими компаниями. Документ достаточно объемный, поэтому я расскажу тебе только то, что тебе нужно знать. Мы видим, что российские регуляторы сначала тестировали пилотные прототипы новой цифровой финансовой системы на основе эфириума. Но эти прототипы касались лишь использования цифровых технологий в приватном секторе. И только лишь со второй половины 2018 года российские регуляторы начали изучать то, как блокчейн может помочь им создать корпоративную цифровую денежную сеть, а не частную. И спустя еще три года на основе этих тестов Россия пытается разработать и запустить цифровой рубль. Интересно, что для этой корпоративной цифровой сети Банк России совместно с некой инновационной лабораторией в Новосибирске тестировал систему трансграничных переводов с использованием платформы Ripple. Технология этой системы подразумевала, что участники этих переводов, как отправители, так и получатели, будут иметь не только специальные счета, открытые в национальных платежных системах, но и связанные с ними адреса в сети Ripple. На основе тестов и экспериментов Банк России сделал вывод, что платформа Ripple может быть использована в качестве фундамента для создания системы трансграничных переводов с использованием XRP. Особенно актуально это стало в свете того, что американский доллар, который сейчас используется для международных переводов, становится инструментом давления США на неугодные политические режимы по всему миру. Как мы видим, Россия сегодня, возможно, уже использует все то, что тестировала в период с 2018 по 2021 годы. Я оставлю этот документ у себя в Телеграме, ссылка на него будет в описании. Обязательно подпишись, нас там уже почти 50 тысяч, совсем чуть-чуть не хватает. Было бы классно, если бы мы добили эту цифру. И последняя тема на сегодня. Во время бычьего забега в 2018 году случилось так, что Ripple XRP обошел эфириум по рыночной капитализации и стал второй крупнейшей криптовалютой в мире. К сожалению, суд SEC сместил XRP с этих позиций. Вот почему Брэд Гарлинхаус, директор Ripple, обвиняет SEC за это. Но нас интересует не это, а то, что по сравнению с 2018 Ripple XRP на фоне эфириума, это важно на фоне именно эфириума, сильно недооценен. И в этом есть вина комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая сильно давит на него своими судебными разбирательствами. Если суд SEC закончится победой Ripple, и Ripple XRP снова обгонит эфириум по капитализации, то его цена не будет составлять 1 доллар 30 центов, как сейчас. Она будет как минимум 12 долларов. Именно столько XRP стоил бы, если бы не эта история SEC. Выходит, этот актив незаслуженно недооценен. Но это не финансовый совет, разумеется, как всегда. На этом все, ребята. Меня зовут Богатий Ишиди. Если видео тебе понравилось или было интересным, не забудь поставить лайк. Для тебя это всего лишь 2 секунды дела, а для меня это огромная мотивация. Я всегда очень-очень радуюсь, когда вы ставите много лайков. Также подпишись на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей! До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!